Приветствую вас, Мико. Я думаю, что проблема ваших взаимоотношений с мужчиной кроется не в том, что он слишком равный по отношению к вам, что он слишком отличается от вас, не в том, что у вас разные приоритеты в жизни и даже не в том, что вы хотите быть уверены в своем мужчине, хотя об этом мы поговорим еще. Я думаю, что именно здесь, если мы не берем в расчет всю картину, весь бэкграунд, проблема здесь в том, что вы ведете себя по отношению к нему как мама, как родитель. Вы балуете его, вы позволяете ему жить за свой счет, вы, условно говоря, потакаете каким-то его слабостям, потому что, ну, вашими деньгами он пользуется. На ваши деньги он покупает себе костюм, на ваши деньги он, там, видимо, покупает себе что-то еще, да, курит ваши сгореты, ну, и прочее, прочее, прочее. То есть, это ребенок, по сути. И есть еще один очень важный момент, что вы хорошо ладите с его мамой. Вы можете, конечно, сказать, ну, так, тоже очень здорово, что я ладусь с его мамой, здорово. Но вы с ней, вот как я понял, вы с ней практически на одной волне, вы называете его маму чудом. То есть, в том смысле, что вы с ней очень созвучны. Вы разговариваете с ней, вы хорошо понимаете друг друга. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это означает, что вы близки. Если вы понимаете друг друга, это означает, что вы находитесь в одинаковой позиции. И если вы находитесь в одинаковой позиции, то эта позиция схожая и по отношению к мужчине. И если мама по отношению к вашему мужчине выступает мамой, то и вы, хорошо взаимодействуя с его мамой, выступаете мамой для своего же мужчины. И именно поэтому ваш мужчина не растет, а не потому, что ему ничего не надо. Понимаете? Такая штука. Вы не даете ему достаточно мотивации для того, чтобы реально что-то в своей жизни менять. Вот вы говорите, что я расставался с ним, объясняю, что мы слишком разные. Но он каждый раз меня возвращал, условно говоря. То есть, опять же, вы позволяли себе поддаваться своим чувствам. Я не говорю, что это что-то плохое. Но, как бы, позволяя мужчине себя вернуть, вы снова и снова демонстрируете ему тот факт, что ваши слова, они, ну, они ненадёжны, и что позиция ваша, она может быть, как бы, скорректирована. То есть, вы не готовы отстаивать свою позицию, свои интересы. Вот, возможно, потому что вам данного мужчину жаль, возможно, потому что вы смотрите на него сверху вниз, и не воспринимаете его до конца всерьез из-за того, как он себя ведет и прочее. То есть, вот, глобально, 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 ситуация такова, что вы целенаправленно, хоть и бессознательно, скорее всего, выбрали себе такого мужчину, который не представляет для вас принципиальной угрозы, который не посягает на ваше лидирующее место, на вашу ведущую позицию в отношениях. То есть, да, вроде бы вы говорите, что я хочу быть уверенным в своём мужчине, вроде бы вы говорите, что мы слишком разные, вроде бы вы говорите, что вот, он там не зарабатывает, у него нет денег и так далее, и так далее, вроде бы. Но, тем не менее, вы всё равно с ним. И, тем не менее, вы хотите его поменять. То есть, тот факт, что вы хотите его поменять, уже говорит о том, что это не любовь. Понимаете? Также, о том, что это не любовь, говорит тот факт, что вы перечисляете то, за что вы любите человека, любите человека. Я отдаю себе отчет в том, что это спорный момент, что, скорее всего, вы будете со мной не согласны, но когда человек перечисляет, за что он любит другого, это уже не любовь. Потому что мы любим не за что, любят просто так. Любят, не за что это, любят всего человека, всего, знаете, всего, просто всего, без какого-то деления, без дифференцирования. А вот оно есть. Другое дело, что вам хочется. Ласки, заботы, доброты, тепла, и при этом не хочется, чтобы мужчина реально вам угрожал. Возможно, после брака вашего неудавшегося это произошло. И здесь, конечно, желательно сперва проанализировать причины вашего расставания с мужем бывшим. Потому что те же самые действия, те же самые ошибки, которые привели к распаду брака, когда вы будете повторять и в этих отношениях, то, вероятно, уже повторяете, раз отношения не складываются. То есть это уже такая вот системная позиция, это уже такое вот сценарное поведение, если говорить в терминах Бёрна, например. А из этого сценарного поведения вам не выходить. И вряд ли вы это сможете сделать самостоятельно. Вот. Так что, весь момент вот такой. Теперь. Обратите внимание, Мика, на то, что вы не задаете вопрос. В вашем тексте отсутствует вопрос. То есть вы предлагаете нам самим брать из вашего текста то, что кажется нам важным и с этим работать. Вы оставляете за собой право сказать, что это совершенно не то, о чем я хотел бы поговорить. А это совершенно не та обратная связь, которую я хотел бы получить. И будете правы. Но для того, чтобы получить ту обратную связь, которую вы хотели бы, нужно задать вопрос. В чего же вы хотите? И в чем вы видите проблему? К примеру, я проблему видел в том, что для вас мужчина это некое средство реализации ваших потребностей. Вот данный мужчина, с которым вы сейчас встречаетесь. Вот. И вы не можете с ним расстаться, потому что не можете отказаться от реализации этих потребностей своих. Я полагаю, что вы гиберответственны во всех остальных сферах. Я полагаю, что вы слишком строги к себе во всех остальных сферах. Я полагаю, что вы слишком зажимаете себя во всех остальных сферах, слишком наступаете себе на горло во всех остальных сферах. Вы мне позволяете себе во всех остальных сферах жизни быть более естественной, более свободной, более слонтанной, более эмоциональной и более импульсивной. Я так и полагаю, что вы, несмотря на то, что делаете в себе операции, не забудете за себя в полной мере. Я полагаю, что так. Полагаю, что вы слишком сильные, в кавычках, в кавычках. И вот я полагаю, что, я полагаю пока, я только полагаю, я только предполагаю, да, что учиться быть более слабой с мужчиной и вообще пожить, чтобы не бороться с мужчиной и не подавлять его, а чтобы быть именно более уверенным, как вы говорите в нем. это то, куда вам нужно двигаться, но для этого необходимо, чтобы мужчина оказался перед реальной ответственностью за вас, а не так, что у него все есть, то есть у него есть вы и вы требуете от него, чтобы он стал еще кем-то. Зачем? Зачем? Если у него уже и так есть все, что нужно. Старше. Так, оба разведены, значит, развод это правда, с разводом, ну, с разводом его последствий, но необходимо работать в обоих предыдущих браков. Так, в самом начале отношение было очень настойчиво, познакомо с родителями, друзьями. Ну, настойчивость, опять же, это никак не характеризует человека. Это первое. Второе, как вы восприняли его настойчивость. Все нас уже считают парой. Насколько для вас важно мнение других людей? Сейчас эта речь заходит о браке и общих детях с его стороны. А вы хотите браковский или как? Я финансово, независимо от него, себя и своего ребенка обеспечиваю полностью сама. Так. Живем хорошо, многое могу себе позволить, он постоянно без денег, где-то занимает у меня, где-то ходит вместе и плачет. Я плачу я. Мне неделка, но злит, тот факт, что человек не хочет расти. А почему вы считаете, что этот человек должен расти? Почему? Кроме того, вас это еще злит, то есть вызывает какой-то негатив, раздражение. Не связано ли это, например, с тем, что вы видите, как человек, в общем-то, живет легко, как человек, в общем-то, не парится, а вы паритесь и испытываетесь, соответственно, зависть. Нет? Ну, это один, как вариант, то есть вот, природу злости надо поисследовать. Его устраивать без денег на телефоне, сам телефон развитый, на автобусную капочку, сигареты нет, денег курят мои сигареты. Ну и что там такого? Это его позиция. Т.е. к ней можно по-разному относиться, но это его позиция. Так, значит, практически большую половину времени проводят у меня, ни продукты, ни помощи, ни к таком услугам. Ну а затем, вы же себя обеспечиваете и можете много себе позволить. В этом месяце у меня были две дорого стоящие операции, он в курсе моих здрав, купил себе новый костюм на прадьбу друга. У него нет ощущения, что вам нужно на помощь. Вы производите впечатление сильной женщины, видимо, богатого человека, раз он так себя ведет. То есть у него нет чувства, что вас нужно защищать. У него нет ощущения, что о вас нужно заботиться вот так. При этом в больнице после операции все на дежуре в кровати помогает обываться и ходить. Ну, это вот говорит о том, что в этом он вам помогает. По дому помогает починить что-то, приготовить ужин, продукты я покупаю. Что-то договоры о том, что надо сменить все так. То есть тут вы говорите, что по дому он вам помогает и ужин приготовить тоже. Продукты покупаю я. То есть вот он как-то вот денежный вопрос не дает покоя. Почему вы считаете, что мужчина обязательно должен зарабатывать? Ну, если так случилось, что вы уже имеете хорошее материальное положение, а мужчина нет. И вы его вроде как любите. Вроде как. То неотношение для этого, если вы просто принимаете человека таким необеспеченным и комментируете его необеспеченность своей обеспеченностью. Если вы это сделать не готовы, это не ваш человек. И тут еще вопрос встает о том, да, для чего он вам нужен, и что вы получаете там в отношениях с ним и прочее, прочее, прочее. Так, все разговоры о том, что нужно сменить сферу деятельности, он делает ремонт. Кому ремонт? Непонятно. Начать думать о будущем, заканчиваться его уверением, что она будет хорошо. Ну да, это родительская позиция. Это, знаете, как родители, вот они, что нужно думать о будущем, нужно там сферу деятельности менять, прекратить заниматься пустяками и прочее. То есть, выведет себя с ним как мат, как мат. И он, соответственно, поступает как ребенок в эту ситуацию. То есть, разговоры, это не ответственность. Разговоры, это просто разговоры, это просто слова, это просто звуки и все. Это не чувства, это не действия, это не последствия действий. Вот. Так. Расставал с ним. Объясняется мы слишком разные. Я хочу уверенность в своем мужчине. А почему вы хотите уверенность в своем мужчине? То есть, есть ощущение, что вы хотите переложить на человека ответственность за собственную безопасность, за собственную определенность. Давайте определимся. При том, что у вас сейчас все это обеспечивается собственными силами, нужно выяснить, почему вы хотите быть уверенность в своем мужчине. Что вы вкладываете в это, понятно? То есть, есть ощущение, что вы, как бы, не доверяете мужчине. Есть ощущение, что у вас проблемы с доверием. Если у вас есть проблемы с доверием, то это в первую очередь проблемы с доверием самой себе. То есть, проблема с тем, чтобы опереться на свои собственные чувства и на свои собственные желания. И проблема в том, чтобы самостоятельно за это отвечать. Я сейчас не говорю про то, что вы обеспечиваете себя ребенком. Речь не об этом. Речь не об этом никогда. Повторюсь. Речь о другом. О том, что вы хотите быть уверенным в другом человеке. Уверенным быть в другом человеке нельзя. Практически никогда. На 100%. Просто другой человек. Просто другой. Здесь у вас есть тревожность. Которую вы пытаетесь компенсировать. За счет другого. За счет костыля. Мужчина костыль. Для вас. Так. Постоянно делать, чтобы я вернулась, клянется, начинает помогать. Ну. Классический ребенок. И вы здесь забываете о своей, опять же, личной ответственности за то, что вы возвращаетесь. Начинает помогать. Потом снова все постарает. А в смысле, если вы говорите, что она помогает по-другому? Что именно постарает? И вы даже вот пишите здесь, как родители, как мама. Я люблю его, зато что он добрый, ласковый, человек хороший, мама любит. Просто чудо. Вы любите его, зато ценю, мама чудо. Получается. Это забавно. Это забавно. Вы понимаете, добрый, ласковый, хороший. Это все оценка. Это все оценка. Это просто оценочное осуждение. Это никак не характеризует человека. И это никак не означает, что вы его любите. Напротив, могу сказать, что вы его не любите. Потому что вы его не принимаете полностью. А потому что вам нужна его ласка, доброта и хорошая. И мама, с которой вы могли бы подкреплять свою позицию, к сожалению, деструктивную. Это да. Это так. Детям от первого брака не помогает вообще. Ну, это характеризует его определенным образом. Опять же, вопрос к вам. Вот такая безответственность, да. Такое безразличие к тому, в общем-то, что ты сам делал. Бабы, дети, как бы его и ответственность за детей несет. То, что он, но при этом он не помогает детям. Никак. Вот как вы относитесь к, ну, к ребенку. Как вы относитесь к такому мужчине? Я вижу, что человеку все устраивает. Да. Потому что вы позволяете ему. Мой жизни, но предпосказывает мне, что пока сам человек не захочет. Если бы его мотивировать на успех, это верно. Хочется прекратить эти отношения, но чувства есть. Давайте разберемся с этими чувствами. Давайте разберемся с природой ваших чувств и поиследуем их. Поймем, что они отношают. Направлены ли они на мужчину, или они направлены на вас. Есть разница. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!